В очередной раз я нахожусь под ржавым разобранным кузовом вокруг меня запчасти и это должно послужить началом нового проекта. Всем привет, меня зовут Сергей Нево и вы на канале НЕ НОЛЬ. Мы решили построить необычный проект. Это купе полноприводное с V6 мотором, twin turbo на механике и все это в кузове эклипса третьего поколения. Тот кузов, который мы купили изначально под проект, был в крайне ужасном состоянии. Он был ржавый весь, он был мятый весь, там живого места на нем не было и мы попытались его начать реставрировать, но честно говоря эти вложения на реставрацию никак не оправдывали получаемый эффект и мы решили заменить кузов. Мы купили другой кузов, вот этот, тоже кузов третьего поколения, но в намного лучшем состоянии. Да конечно в нем есть ржавчина, в нем есть какие-то нюансы по кузову, мы переварили на нем передние стаканы. Об этом был видос, кстати по ссылочке можете посмотреть, в описании также будет на это видео ссылка. Но даже с учетом этих работ, все равно этот кузов намного в более выгодном состоянии, выгодном для свапа, для переделки и для всех работ по восстановлению его в новое состояние со свапнутым мотором и новой трансмиссией. Но так как мы решили сделать эту машину полноприводной, а она с завода была только переднеприводной, нам пришлось поставить на нее как минимум редуктор. Редуктор мы взяли от Mitsubishi Legnamo, подрамник мы взяли от Mitsubishi Legnamo, привода от Legnamo, подвеска от Legnamo, но вы поняли, что все, донором для этого проекта стал Mitsubishi Legnamo, он же Galant VR4. Я конечно не раз рассказывал о том, как сделать полнопривод на каком-нибудь Eclipse, в принципе наверное уже на всех поколениях рассказал, кроме первого. И здесь мне предстояло сделать все эти же работы. Те же работы делаются в Galant, но я хотел сначала от пескоструить днище, а потом на чистом металле аккуратненько, красивенько все сделать. Но жизнь расставляет свои приоритеты и так сделать не получилось. И мне пришлось сделать все эти работы, очищая ржавчину вручную, а после уже мы повезем все это на пескоструй. Количество ржавчины по задней части днища машины поможет показаться очень большим, но на самом деле это все поверхностная ржавчина, это такие рыжики, которые очень легко очистятся в результате пескоструйной обработки. А что будет после нее я, конечно, обязательно покажу. Но я не знаю какая из полноприводных машин не имеет этой детали. Это карданный вал, в данном случае это его лишь часть, кардан тоже от Legnum. И для того, чтобы установить на эту машину приходится немало поработать. Субтитры сделал DimaTorzok Все дело в том, что у это переднеприводная машина. И заводские инженеры особо не планировали ее никогда сделать полноприводной. Поэтому они сделали очень узкий тоннель. В нем помещается штатный выхлоп и о каком-то дополнительном устройстве типа кардана и речи быть не может. И вот в этих условиях надо каким-то образом разместить выхлопы кардан и чтобы кардан еще соблюдал свою геометрию. В общем это чума. Крепление для кардана в данном случае приходится делать полностью кастомные. Потому что размещать кардан приходится тоже не совсем обычно. Подвесной, средний подвесной кардан находится по диагонали. Но никак больше невозможно его прижать настолько к стенке тоннеля. Вот даже приходится выстукивать часть кузова. То есть делать небольшую нишу, чтобы как можно дальше углубить крепление кардана. А с другой стороны, чтобы поместился выхлоп. Но если кардан является неотъемлемой частью полноприводной машины, то на машинах с поперечным расположением мотора всегда стоит вот такой передний подрамник, на котором обычно закреплена подвеска. В данном случае подвеска типа Макферсон с нижними рычагами крепления. И в этом есть большой-большой нюанс. Потому что опять-таки полноприводной версии такой не было и подрамники не рассчитаны на установку раздатки и кардана. То есть нет тоннеля для прохода этих узлов. Поэтому их приходится переделывать. В оригинале этот Eclipse имел двигатель 4G64. Это рядная четверка. Она расположена поперечно. У нее передняя механическая либо автоматическая трансмиссия. А мы же ставим мотор V6. Мотор V6 мало того, что имеет развал голов под углом, который занимает много места. Намного больше, чем рядная четверка. Это еще твин турбовый мотор V6. То есть в нем в нем установлены две, хоть и маленькие, но турбины. И они занимают тоже достаточно много места. Как сами, как устройство, так и обвес вокруг них. То есть выхлоп, впуск и тому подобное. И тут мы сталкиваемся с большой очередной проблемой. Передние подрамники, которые стоят с завода, железные, они достаточно широкие. И вторая турбина, которая ближе к моторному счету, она не помещается между подрамником и мотором. То есть она в него упирается. Если разрезать этот подрамник для того, чтобы уместить и турбину, и раздатку, и кардан, то от подрамника не остается ничего. То есть он остается просто буквально кусочками железа. Что, конечно, не подходит в плане безопасности и надежности машины. Поэтому обычно мы берем подрамник от трехлитровой версии. Вся прелесть этого подрамника в том, что он алюминиевый. Но еще он очень узкий. То есть место, где крепится рулевая рейка, стабилизатор поперечной устойчивости и рычаги, оно очень узкое. И как раз позволяет установить мотор V6. Это связано с тем, что на этой машине завода стоял мотор V6. И как раз он занимал это место. И поэтому подрамник настолько узкий. Но в этом моторе V6, который стоял здесь завода, не было раздатки. Поэтому подрамник пришлось разрезать. Я вырезал из него два массивных куска алюминия. Они, конечно, не повлияют на его жесткость и надежность, но позволят пройти раздатки и, соответственно, выйти на кардан, на задние колеса, на задний редуктор. Но для того, чтобы установить этот подрамник правильно, так как он был установлен завода на трехлитровом кузове, надо с этого трехлитрового кузова поиметь вот такие крепления. Эти крепления я показывал в отдельной серии, как мы восстанавливали, реставрировали, то есть сделали из ржавого куска металла вот такие блестящие, практически нержавеющие узлы. Да, как ни крути, но лонжероны приходится очень часто распиливать, по крайней мере, в тех местах, где надо установить закладные. Субтитры сделал DimaTorzok и я в очередной раз распилил лонжерон для того, чтобы заложить длинный болт крепления подрамника, для того, чтобы сделать новое закладное под этот болт и для того, чтобы установить вот эти крепления под новый подрамник. Теперь все это заварено и выглядит так, как на заводе. По своей надежности, по своей конструкции абсолютно это получился такой же кузов, как заводской трехлитровый, ничем не отмечающий, никаких переходников, ничего здесь не стоит. И этому я рад. За впоследствии, я не буду переживать за то, что этот узел сделан неправильно. Внутри эти закладные выглядят так же, как заводские. В них стоят проставка, в них стоит правильный болт и я ему делаю свою фиксацию, то есть он никуда не может отсюда убраться, так же, как и стоит здесь заводской болт крепления. Кузов готов к установке полного привода. Все крепления, все закладные сделали, но это лишь часть работы. Еще не меньшую часть, а то может быть и большую, занимает работы по интерьеру, по внутренним работам с кузовом, с салоном, с подкапотным пространством. И сейчас мы перейдем в салон этого автомобиля. С салоном этого кузова нам тоже, в принципе, повезло. Его состояние намного более хорошее, чем предыдущего. И плюс еще бонусом здесь есть люк, что тоже приятно. Кузов, конечно, мы взяли бэушный и он достался нам со всеми пожитками предыдущего владельца. Да, я даже скажу, что в моменты разбора я нашел здесь кучу монеток и примерно четырех владельцев предыдущих из разных стран мира. Вот такая вот история вскрывается, когда разбираешь салон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Прежде всего, конечно, пришлось вычистить весь хлам и удалить оригинальную шумо-виброизоляцию, которая постелена по полу. Процесс этот даже не похож на удаление, процесс похож больше на вынимание этой изоляции, потому что она полностью откололась от кузова, она больше к нему не прилегала и лежала просто пластами. Но вот под ней скопилась влага, и эта влага дала коррозию. Благо, что очаг этой коррозии находится только практически в единственном месте, это в полу водителя. То есть в ногах, там, где лежит коврик водителя. В принципе, наверное, это самое распространенное место для скопления влаги, потому что больше всего в машине ездит водитель, особенно в купе, в такой единоличной машине. Но в целом это не вызывает проблемы, потому что на пескоструе мы это легко уберем, и потом обработается. Остальные все части кузова выглядят очень хорошо и очень качественно. Наша будущая машина будет с механической коробкой передач. Оригинально этот кузов, да и предыдущий, были на автоматической коробке передач. И, соответственно, надо будет добавить третью педаль. Педаль сцепления. Благо, что, в принципе, на всех кузовах, ну, как минимум, эклипсов, есть определенные закладные в кузове на моторном щите, и установка педали, а также главного цилиндра сцепления не вызывает практически никаких проблем. Сверлится три отверстия, и все стоит как в штатном кузове. Но это надо было сделать сейчас, до покраски, чтобы потом кузов был уже покрашен и не имел новых срезов. Но это еще не все работы по салону, которые предстояло сделать перед ее покраской. Полноприводный топливный бак отличается от переднеприводного как минимум расположением лючка доступа к бензонасосу. На переднеприводном баке он здесь, на полноприводном баке он здесь, да и вообще геометрические баки отличаются. Про что, опять-таки, у меня была серия на канале. Посмотрите по ссылке и найдете всю подробную информацию об устройстве бака и о его креплении. Так же, как и задний полноприводный подрам, он имеет закладные, которые закладываются через салон. И, соответственно, те места, где были сделаны разрезы под эти закладные, также заварены и будут потом обработаны на участке кузовных работ. То есть покрашенные, загерметизированные будут мастерами кузовного цеха. Я не знаю, насколько большой бюджет владельца этого проекта, но когда я смотрю на эту маленькую турбинку, возникает мысль, а не предложит ли ему проект в тысячу сил? Как вы думаете, потянет? Список кузовных работ по этой машине очень огромный. Надо сначала отвезти машину на пескоструйную обработку, очистить днище и арки от ржавчины, обработать ее кислотным полимерным грунтом, чтобы перевести потом на покраску. На покраске мы хотим ее обработать рептором, покрасить днище рептором в цвет кузова, покрасить, очистить, зазолотать те очаги, которые явно после пескоструя появятся, покрасить подкапотное пространство, покрасить внешне. И немаловажным нюансом будет обвес этой машины. Да, мы будем ставить сюда нестандартный обвес, нестандартные бампера, а какие бампера вы увидите далее. Я же в это время займусь работами по реставрации и переборке двигателя и коробки передач, а также восстановлению оставшихся компонентов подвески, трансмиссии, их ребилду и приведению их в новое состояние. По крайней мере, очень блестящее. А сейчас я машину ставлю на колеса, и она поедет на эвакуаторе на пескоструйную обработку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну, наконец-то настал тот момент, когда кузов на колесах на улице и завтра его заберет эвакуатор, отвезет на бескоструйную обработку. Ну, а у нас же сериал Save the Eclipse, и остальные участники этого сериала также ждут своей очереди на работы. Вот стоит наш Mitsubishi Legnum, это донор для Eclipse второго поколения, с него мы взяли полный привод и мотор. А вот стоит сам Eclipse G2, в который мы поставили этот мотор. Вот он там стоит. И он уже полностью готов к тому, чтобы финально его собрать. Также рядом здесь поселился G4, он, конечно, не в рамках этого проекта, но также участвует во всех видосах моего канала. Это мой Eclipse полноприводный четвертого поколения, с мотором 3.8. Мой сериал Save the Eclipse продолжается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, а также не забывайте про раздел спонсорства. Он очень помогает создавать новый контент, он поддерживает мой канал. Обстановитесь спонсорами. Ну, а на этом это все. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok